Одним из действенных способов предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних является проведение массовых информационно-пропагандистских мероприятий. Министерством образования Московской области совместно с ГИБДД на протяжении долгих лет проводится работа, направленная на снижение уровня детского дорожного травматизма. В связи с этим в начале учебного года традиционно в Подмосковье проводится единый день детской дорожной безопасности. 3 сентября и в городе Видное проходили специальные акции и мероприятия. Детям Подмосковья – безопасные дороги. Под таким девизом проходил единый день детской дорожной безопасности в городе Видное. Сотрудники ГИБДД Ленинского района совместно с юными инспекторами дорожного движения организовали на проспекте Ленинского комсомола специальное мероприятие. Мы привлекаем внимание участников дорожного движения. Мы еще раз им напоминаем о правилах, как нужно себя вести. Пешеходы должны переходить по пешеходным переходам. Водители пристегиваться, перевозить своих детишек, пассажир в детских креслах. Ребята вручали водителям памятки с разъяснением правил дорожного движения. Останавливали машины и раздавали листовки водителям. Мы объясняли им, как сохранить свою жизнь, чтобы надо пристегиваться, надо иметь кресло, если у вас есть ребенок. Хочется отметить, что автовладельцы с удовольствием принимали участие в акции. Спасибо большое. Вам, берегите себя, свою жизнь, жизнь своих близких. Держите. Спасибо. И вам, ребятки. Самое главное, быть внимательное. И обязательно, когда вы ходите на дорогу, все равно посмотрите и направо, и налево. Потому что иногда водитель едет, ну, просто о чем-то задумывается. Хотя это не должно быть. Но вы для себя сами берегите свою жизнь. Мы поинтересовались у водителей, на что они обращают внимание во время движения в первую очередь. Пешеходный переход, светофоры, потом зона такая, много садов, школ. Ну, все-таки... А при перевозке пассажиров? Ну, у меня маленький ребенок, поэтому, конечно, я ее пристегиваю в кресле в обязательном порядке. Старшие пристегиваются сами. Юные инспекторы раздавали памятки и другим участникам дорожного движения – пешеходам. По итогам рейда, большинство водителей добросовестно исполняют свои обязанности. Инспекторы зафиксировали лишь один факт нарушения правил, не связанной с перевозкой детей. Акция ГИБДД уже закончена, и мы можем подвести итоги. Все водители были пристегнуты, и все более или менее не нарушали правила. В продолжении мероприятия полицейские провели агит-пробег, во время которого по громкой связи приветствовали население и еще раз напоминали о правилах дорожного движения. Сегодня в Новосторгской области проводятся ищущие детские дорожные государства. Затем сотрудники ГИБДД отправились в Видновскую школу номер 9, где ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню дорожной безопасности. Чтобы еще раз напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, для учащихся была организована лекция. Вы должны быть предельно внимательными. Переходим проезжую часть только по пешеходным переходам, только на разрешающий зеленый сигнал светофора. Даже если, ребят, горит зеленый сигнал светофора, вы должны несколько секунд дать ему поработать, чтобы водители закончили движение, остановились и вас пропустили. Инспекторы объясняли ребятам, что в темное время суток у водителей транспортных средств сильно снижается видимость. И чтобы предотвратить ДТП, пешеходам следует носить светоотражающие наклейки, значки или жилетки. Водитель, когда свет фар попадает на плоскость вот этих значков, элементов, значит, вас видит за 150-200 метров. Вы понимаете, у вас есть шанс остаться живым. Вот сегодня, к сожалению, когда пешеходы не носят вот эти вот светоотражающие элементы, просто страшно ездить в темное время суток, потому что шансов очень мало у пешеходов. Юные инспекторы движения провели с восьмиклассниками викторину на знание правил дорожного движения. У нас было сегодня очень интересное мероприятие. Так как в нашей школе это систематически проводится, мы узнали много нового. И также мы узнали о правилах дорожного движения и о системах безопасности. А для учащихся младших классов юидовцы подготовили интересную игру, в которой малыши сами становились участниками дорожного движения. Кроме этого, юные инспекторы провели специальную акцию, чтобы призвать водителей транспортных средств соблюдать правила парковки. Мы расклеиваем листовки, точнее, засовываем их под дворники тем, кто нарушает правила движения, паркуясь на зебре. И они мешают нам проходить по этой зебре до наших домов. Участники дорожного движения, помните, соблюдение элементарных правил безопасности поможет сохранить вам жизнь и здоровье. Лариса Вольнова, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.